Ссылочку на эту статью мне дал очень активный наш подписчик YouTube канала. Присоединяйтесь и помогайте контентом. Публикуйте ссылочки под любым видео в комментариях. Поехали. Партия черных нацистов. Недалекое политическое будущее США. Статья в журналистской правде за 5 июня 2020 года. Соросу, который дает деньги на все это, стоило бы послушать музыку гетто, гангстарэп, пропитанной расовой нетерпимостью и антисемитизмом. Что было самым странным с точки зрения любых протестов за весь период беспорядка в США? Насилия? Нет. Братания полиции с протестующими? Снова нет. Погромы? Мародерство? Не в этом дело. Да, таких беспрецедентных по масштабу гражданских волнений абсолютно дико выглядело отсутствие внятных требований. Я не могу дышать и нет правосудия, нет мера. Это не требование, равно как и надписи на стенах «Преследуй полицию». Миллионы людей поняли, почему они собрались и протестуют, но совершенно не определились, зачем они это делают, чего они собственно хотят. Но вот, пожалуйста, всех четырех полицейских, причастных к смерти Флойта, будут судить как убийц. И все, что ли? Проблема решена? Вся полиция США перевоспиталась в одно мгновение. Больше подобных случаев не будет. Расовое неравенство исчезло. Только самый наивный дурак может в это поверить. Нормальные, маломальские, конструктивные протесты обязательно имели бы хотя бы самую простую, даже примитивную на уровне двух-трех пунктов программу. Министра МВД в отставку, отмените такой-то закон, даешь реформу полиции вплоть до долой Трампа и против расистов во власти. Ничего подобного на плакатах миллионов активистов не было. Протест был почти полностью лишен политического измерения. Как собачка, которая вяжет, кусается, когда ей больно, черное население Америки продемонстрировало свою негативную реакцию. Но, как та же собачка, ничего не смогла предложить сверх этого. Но нормально ли такая ситуация? Абсолютно нет. И потому полностью и целиком логичным станет рождение из этой бурлящей массы некой осмысленной идеи. Заряд гнева и ощущение собственной силы стал настолько велик, что подобное просто не может не родиться. А где идея, там и программа. Где программа, там и партия. А где партия, там уже политическая борьба в самом широком смысле. И первый шаг к созданию этой партии уже сделан. Внятное требование появилось. Очень простое, очень заманчивое, очень гипнотизирующее. Роберт Джонсон, основатель Black International Television, заявил CNBC, что правительство США должно выплатить 14 триллионов долларов в качестве репараций за рабство чернокожим, чтобы уменьшить расовое неравенство в стране. Называя репарацией программой позитивных дискриминаций всех времен. Джонсон сказал, что они пошлют сигнал, что белые американцы признают причитающийся ущерб за неравное игровое поле, созданное рабством. 14 триллионов долларов эта цифра в сознании толком не помещается. Но если ее разделить на количество черных жителей США, то получится не так уж и много. 40 миллионов афроамериканцев получат всего по 350 тысяч баксов. И, видимо, не разовым траншем, а в виде долговременных субсидий на оплату жилья, образования, пособий и тому подобное. То есть, в общем, сумма становится вполне обозримой, оставаясь при этом достаточно крупной. Имея чек на 350 тысяч долларов, можно долго-долго не платить за съем жилья, да и в целом вообще не работать. 3,5 тысячи долларов в месяц в течение 100 месяцев. Ого! Мечта! Вот она, настоящая американская мечта. Почти жизненная халява. Извините, почти пожизненная халява. И знаете, за таким лозунгом черные браза пойдут. Скажите, нет. Ради такого рая на земле, где негр из гетто получает деньги наравне с квалифицированным белым просто так, то есть, по сути, взяв этого белого в рабство, сев ему на шею в новую партию, повалит народ из гетто просто толпами. Вы не задумывались над чрезвычайно простым фактом? Количество социальных групп и противоречий в США существенно больше, чем число политсил, посвятивших себя целиком и полностью работе над их гармонизацией. Демократы эксплуатируют повестку дня, актуальную то для цветных, то для ЛГБТ, то для бедняков, то для иммигрантов. Но делают это чисто ситуативно. И это, как мы видим, проблему не решает. А вот если возникнет именно партия в Америке, кажется, еще не запретили регистрировать партии под названием, скажем, БЛМ, то она будет сконцентрирована именно над решением задач своей аудитории. Будет бить в одну точку, долбить туда пропагандой, уличными протестами, насилием, всеми методами легальной и нелегальной политической борьбы. А негры – самая пассионарная часть американцев. И у этой партии будет на минутку 30-40 миллионов голосов и кулаков. При этом самоупоминание про черных расистов в США табуировано и нерукопожатно по определению на протяжении последних лет 40-ка. А они есть, число их непрерывно растет. Сейчас они находятся на передовой протестов. А в случае появления этнической афроамериканской партии, именно они будут определять повестку дня. Просто оставим в стороне такой важнейший аспект, что так будет сломана веками отработанная двухпартийная система и начнется эра интриг и альянсов игры втроем. Поговорим о новой реальности в США, где появится такая партия с точки зрения социальных последствий. Негры заявили о себе, как о самой мощной уличной силе в Америке. Пока они протестовали против полиции, но если дело перейдет именно к политической борьбе, то нужно будет нагибать не только людей в форме, а все общество, чтобы оно согласилось с собственным статусом расистов, угнетателей, вечных должников и так далее. Как это будет делаться? Очень просто. Дается видео. Ножки заставят целовать и другие части тела, какие прикажут. И, извините, но это далеко не единственный способ реально повысить свой статус в обществе. Черный Майдан сделал чрезвычайно важную вещь. Он чисто по-украински дал афроамериканским нациям плацдарм безнаказанности. Как сведомого активиста на Украине не смеют судить даже за убийство, так вскоре будет и в США. Каждый раз к суду, где судят очередного бразу, будут гнать толпа в пару тысяч человек, круша все на своем пути. Судьи очень быстро все поймут, не дураки, а полиция. Полиция будет стоять в сторонке, мы это уже видели. Очень скоро адепты Черного Майдана поймут, что так уже можно, поверьте. Итак, плацдарм безнаказанности захвачен. Теперь можно переходить к операциям покрупнее. Можно кошмарить коммерческие сети, где нет скидок для черных, университеты, школы и колледжи, где черным ставят плохие отметки, предприятия, откуда уволили черного бездельника и так далее. И, конечно же, местные органы власти с любыми требованиями. Так, за несколько лет при наличии минимальной общенациональной координирующей структуры возникнет грозная сила, которая легко может устроить марш на Вашингтон из миллиона человек или перебросить в очередной Миннеаполис примерно столько же. В 1968 году власти, не сильно стесняясь, убили Мартина Лютера Кинга, когда поняли, что ситуация идет именно туда, куда мы описываем. Но тогда не было интернета, соцсетей, а белое население было куда менее травоядным. Сейчас политическая партия черных националистов способна объединиться под лозунгами вечной халявы, реверсивного рабства и прочей великой компенсации. И либо Америка станет снова страной белого расизма, чтобы это победить, либо черные расисты будут ее фактическими хозяевами. Выбор невелик. И в этой ситуации радует только два обстоятельства, что мы сидим от этого праздника жизни за двумя океанами на больших запасах ядерного оружия. Григорий Игнатов. Партия черных нацистов. Недалекое политическое будущее США. Предполагаемое будущее. Субтитры создавал DimaTorzok